Всем привет, меня зовут Сергей Тихомиров, я тут приглашенный спикер, я не работаю в Дирионе, я являюсь эспирантом университета Рексинбокля, и я там собираюсь делать PHD на тему как раз блокчейна, и в течение последнего года я исследовал эфириум, его безопасность и все, с этим связано, и я сегодня вам расскажу про это. Слайдами на мисках, я надеюсь, это никого не пугает. Несколько вступительных слов я хотел произнести. Во-первых, завтра, когда весь цивилизованный мир будет отмечать в канун дня все цветы, будут все ходить в мишей, в костюмах и есть цветы, настоящие цифербанки будут отмечать юбилей, поскольку именно кризис 1 октября 2008 года впервые была опубликована white paper биткоина, за то, что Накамото написал Франсилов, что я придумал такую штуку, как биткоин, посчитайте, пожалуйста. Завтра будет 9 лет этому знаменательному событию. Второе, вступите в замечание, я прилетел из Германии, привез такой вот артефакт, смотрите. Это журнал, называется Focus Money, и это такой журнал для экономистов, финансистов, для людей, которые занимаются финансами, тут в середине вклейка с рекламой очень дорогих автомобилей. Здесь такие графики, какие-то цифры на целый разворот и мелким шрифтом какие-то котировки, в общем, для очень богатых людей, которые в этом разбираются. Ну, как вы видите, здесь главный тем номер – это биткоин, и здесь большая статья посвященная биткоину. Если вы знаете немецкий или изучаете немецкий, это вам будет очень интересно. Даже если вы не знаете немецкий, это все равно будет вам интересно, как такой артефакт тех времен, когда биткоин стоил всего 6 тысяч долларов, чтобы показать это внукам и рассказывать, что мы были тогда вот так и не выкупились. И я этот журнал подарю тому, кто задаст лучший вопрос на мой субъективный вкус. Так что придумайте вопросы. Начнем. Outline. Вот про что я буду говорить. Я сделаю интердакшн. Ну, как бы, мы, как бы, с этой роли говорим примерно об этих тех же вещах, у нас интердакшн будет повторяться. Я, возможно, какие-то вещи проговорю еще раз, но... Ну и ладно. Потом я опишу 6 вещей, о которых должен помнить разработчик смарт-контрактов. Вот, опять-таки, частично это будет перекрываться тем, что сказано ранее, но повторением, отключением и все такое. И в конце я дам Виктор и практические советы, как, собственно, писать безопасные смарт-контракты. Вот, собственно, и все. Вот эта информация во мне. Я делаю PhD в Максимбурге. Я изучаю security и privacy блокчейнов. И в основном я сфокусирован именно на Ethereum. А перед этим я работал в одной московской компании, которая занимается анализом кода и статическим анализом, поиском уязвимостей и такими вот вещами инновационной безопасности. А до этого я закончил факультет ученики математики и кибернетики в московском университете. Как вы, наверное, знаете, у нас тут хайп происходит. Вот так выглядит график Market Cap'а с начала года. И вы все, конечно, знаете про BOOMICO, про эти все инновационные финансовые приложения. Но, разумеется, область не может так быстро развиваться без проблем с security и безопасностью. И есть несколько причин, почему сложно писать смарт-контракты безопасно. Во-первых, новая парадигма исполнения. То есть даже те люди, у которых есть опыт программирования, которые занимаются этим персонально, они привыкли, что они пишут код, и он исполняется на какой-то машине, скажем, на сервере или в облаке, или на мобильном устройстве, или на обычном компьютере. Но в любом случае программисты не думают о среде исполнения как о каком-то независимом, скажем так, агенте. А здесь, когда пишут мат-контракты, они выполняются в сети узлов, и у этих узлов есть собственная экономическая мотивация. Они могут пытаться как-то какие-то недостоверные данные подать на вход вашему контракту. Они могут пытаться подвергать вас цензуре. И даже сама концепция газа, сама концепция того, что ваш код может просто не исполнится, если вы не заплатите достаточно денег, она довольно новая, и люди не привыкли так думать про свой код. Ну, надо видеть, что это целый software stack, целый… Ну, все разрабатывается в скуляторе. Ритуальная машина, языки, компиляторы, consensus, конечно, proof of work, который планируется заменить proof of stake в ближайшем будущем. Все это разрабатывается from scratch, и, конечно, здесь тоже security issues возникают. А хакеры у нас анонимны, и, разумеется, у всех по слуху такие вещи, как downhack, люди устанавливают смарт-контракты и просто откуда забирают эфиры, продают их на бирже, и ничего не происходит. То есть практически никакого шанса их как-то поймать, наказать и вообще идентифицировать нету. Поэтому для хакеров это очень привлекательная сфера деятельности. Вот, например, два примера больших хаков. Наверное, это крупнейшая потеря. Первый, конечно, это the downhack, 2016 год. Наверное, если бы the downhack не было, его стоило бы придумать. Сейчас это такой textable case, это такой типичный… Я читаю много статей про security blockchain, и везде в интеракте написано, почему это интересно. Как показал пример the downhack, смарт-контракты очень небезопасны. Поэтому мы предлагаем то-то и то-то. То есть это такой типичный случай. Да, и вот эти вот 60 миллионов, которые здесь были в долларах, это по курсу на июнь 2016 года. Тогда эфирма стоила примерно 20 долларов. То есть сейчас это какие-то уже невероятные, чуть-чуть не миллиард. Почитайте сами. Вот второй пример, более недавний. В июле 2017 года был условный кошелек Peretti. Peretti, который монтистит кошелек. Соответственно, что монтистит кошелек? Есть обычный кошектив. То есть просто адрес по эфирме. Его контролируют один приватный бирж. И если у вас есть приватный ключ, вы можете потратить эфиры. Если вы не потеряете этот приватный ключ, то кто-то другой смог потратить ваши эфиры. И все. Мультистит кошелек. Это такой кошелек, который реализован в форме смарт-контракта. И там, чтобы потратить эфиры, нужно, допустим, две подписи из трех. То есть два ключа из трех. Или вообще К ключей из Н. Это можно по-разному число выставлять. И Peretti, это был пример такой вышекар. И он использовался несколькими проектами, которые собирали деньги на Сион. В принципе, это хорошая практика, конечно. Их нужно поощрять. Просто они не складывают все деньги просто в обычный кошелек, а распределяют карты-ключи между участниками, чтобы потеря одного ключа не привела к благородству компании. Но, как видим, это не всегда помогает. Хаккер сломал перед кошелек, и там была даже захватывающая история, как, с одной стороны, хаккер крал из кошельков деньги, а с другой стороны, образовалась группа, то, что называется Whitehead Hackers, то есть хаккеры, которые стали сами красть из других кошельков деньги с наберением их вернуть законным владельцам, что они в конечном итоге сделали. То есть там такая вот захватывающая история, но иллюстрируют проблему безопасности как нельзя лучше. Как работает эфириум по третьему разу со своей стороны? Еще раз вам расскажу, как работает эфириум. В эфириуме есть два типа аккаунтов. Есть простые аккаунты, которые контролируются ключом, как в биткоине, и есть контракты, которые контролируются годом, который живет по какому-то адресу. Собственно, вся сеть поддерживается узлами, полными узлами, нодами, которые хранят все состояние блокчейна, то есть у кого сколько денег, на каких адресах какой хранится код, и всю информацию они хранят. И они выполняют код и продлевают блокчейн с помощью ProofWork. Собственно, ProofWork здесь похож на то, что используется в биткоине. Девелоперы пишут контракт на царидите, как вы, наверное, узнали из предыдущих докладов, компилируют этот байткод, байткод деплоит в блокчейн с помощью специальной транзакции, и дальше он живет на каком-то адресе и отвечает на транзакции пользователя, выполняя соответствующие функции пользователя. А юзеры, когда они хотят взаимодействовать с контрактами, они отправляют транзакции на адрес контракта, соответственно, запускается нужная функция с аргументами, которые юзеры предоставили, и дальше что-то происходит. Можно посылать эфиры, можно какие-то производить вычисления, можно что-то еще делать. Вот, собственно, так и работает. Фокусом его доклада и вообще фокусом этого доклада будет на безопасности с точки зрения разработчиков. Этот совет показывает, что есть три категории людей, которых можно назвать «Получение разработчиками». Первая категория – те, кто разрабатывает, собственно, протоколы, т.е. те, кто работает в Ethereum Foundation или в каких-то других фоундейшнах, которые разрабатывают консенсус, как выглядит транзакция, какие байты где хранятся, как исполняются контракты и т.д. Это отдельная целая область, и ее мы не будем сейчас задрагивать, по крайней мере, это не главный фокус этого доклада. Главный фокус этого доклада – это безопасность в точки зрения девелоперов контрактов. Т.е. мы предполагаем, что у нас вся инфраструктура работает так, как мы хотим. Т.е. у нас есть языки, компиляторы, консенсус, и мы этим пользуемся как программисты. Ну, а плюс еще есть, как говорится, «on top of that» третьего уровня – это те, кто пишут full stack applications, например, разработчики контента, которые взаимодействуют с смарт-контрактом или разработчики бэкэнда, разработчики чего-то. Они уже используют готовые смарт-контракты как некий API. Им, конечно, тоже полезно понимать, как это работает, но это тоже не фокус нашего разговора. Давайте поговорим про шесть security challenges. На самом деле, заголовок здесь не совсем точный, и не все из этого относится прямо к security security, но это можно сформулировать как шесть вещей, о которых нужно подумать, если их пишется на контракт. Первая вещь – это, конечно, external calls, то есть взаимодействие контрактов с другими контрактами. Как, опять-таки, предыдущие докладчики уже рассказали, контракт существует не в изоляции, он может вызывать функции других контрактов, и, собственно, way and proposition в сети стоит в том, что у нас должна быть такая вот сеть контрактов, которые какие-то сложные взаимодействия между собой реализуют. Но стоит помнить о том, что если пишется контракт и вызывается какой-то внешний контракт, то внешний контракт может быть злобредным или может делать что-то не так, как предполагается. Вот, например, классический пример атаки reference, о которой уже было сказано, и я скажу еще раз, потому что это важно. Допустим, у нас есть смарт-контракт. Допустим, у нас есть mapping, который хранит балансы пользователей. То есть, что такое mapping? Это просто key value хранилище. У нас в качестве ключей адреса, в качестве value int, и в адресе такого-то 10 эффект, в адресе такого-то 15 эффект и так далее. Вот мы определяем здесь функцию withdraw, который позволяет мне, если у меня какой-то есть баланс вот здесь, мой баланс забрать. И что мы здесь говорим? Давайте посчитаем amount, сколько я смогу забрать. Amount – это просто balances по моему адресу. Вот сколько у меня хранится, сколько мы запишем amount. Дальше, как думал разработчик этого небезопасного контракта, мы сделаем следующее. Мы вызовем message sender с помощью второй конструкции, как call value. Call value означает, что мы вызываем дефолтную функцию этого контракта, передавая ей вот это вот количество эфиров, которое вы рассчитали заранее, и также передавая ей весь газ, который у нас есть на эту транзакцию. Если у нас не получилось это сделать, мы делаем reward, то есть откатываем все изменения, вроде бы должно быть безопасно не так ли, и в конце, если у нас все прошло нормально, мы не попали сюда, мы попадаем сюда, где мы зануляем баланс, который только что был вынут из контракта. Но проблема заключается... А, кто-нибудь видит проблему, кстати? Ну, во-первых, мы только идем туда в любовь. Ну и sender может быть контрактом. Вот, да, sender может быть контрактом, мы и будем любым значимым. А, reverse прекращает выполнение? Да, прекращает выполнение, но мы туда попадаем только если у нас вот эта штука вернула false. То есть если все прошло нормально, она возвращает true, и мы сюда не попадаем, мы попадаем сюда. Но, действительно, какая-то проблема в том, что message sender может быть контрактом, и в этом контракте может быть в дефолтной fullback-функции записано следующее, вызови обратно функцию withdraw. То есть, вот этот пример, на самом деле, несколько переформулированный кусок кода из theDAO, который и вызвал этот знаменитый DAO-хак. То есть, что сделал хатер? Он по вот этому, по некоторому адресу разместил собственные вероносные контракты. Он положил какие-то средства в theDAO, потом он запустил функцию withdraw, которая, в свою очередь, пыталась послать ему его деньги. Он вместо того, чтобы просто их принять, вызвал опять функцию withdraw, и она опять послала ему деньги. И так вот все происходило по кругу, а поскольку баланс этого пользователя зануляется только после возвращения с функции, то он мог много раз вынуть оттуда баланс и таким образом опустошил, или, по крайней мере, частично опустошил theDAO. Значит, как это лечится? На самом деле, только есть несколько путей решения. Да, вот здесь, собственно, объясняется, в чем проблема. Вот здесь у нас баланс еще немного, а мы можем вернуться обратно в бедро. Вот как это можно лечить. Мы вначале зануляем баланс, что может выглядеть неинтуитивно, а потом, собственно, отправляем деньги. Тут фишка в том, что если по какой-то причине передача денег не удастся, и у нас вызовется реверк, то он вернет все как было. То есть баланс скоро откатится, и на получение ничего, как бы следов этой транзакции не останется, если она не удачная. Но если злоумышленный контракт будет пытаться вызвать обратно withdraw, то второй раз в бедро не заработает, потому что у него уже будет ноль на балансе. Если обобщается этот, скажем, паттерн программирования, это формулируется как часть effects interactions. То есть если вы взаимодействуете с какой-то внешней сущностью, с каким-то внешним контрактом, вы должны делать вещи в следующем порядке. Вначале вы делаете чекс, то есть проверки. Вы проверяете, допустим, что у человека действительно есть право, например, вынуть деньги с контракта. Ну, делайте авторизацию. Потом вы делаете effects, то есть изменяется внутренний state своего контракта. Например, в этом случае, вот чексов здесь нет вообще, а effects – это вот эта штука. То есть вы производите изменение над состоянием собственного контракта. И только потом вы делаете interactions, то есть внешние внешние вызовы. Идея в том, что внешние вызовы должны быть последним шагом в контракте, чтобы в случае callback ваше внутреннее состояние не было нарушено. То есть все внутреннее состояние уже было обновлено до внешнего вызова. это такая парадигма, такая best practice программирование с внешними контрактами. Ну, эти запросы. А что с газом? То есть, ну, я правильно понимаю, что весь газ, который был потрачен прежде, чем вот здесь отменилось, он зато возвращается? Ну, если бы мы это сделали две недели назад, тогда бы я сказал, что газ забирается в любом случае весь, а изменения отказываются. И это сделано было, чтобы приобрести додоз атаки, чтобы сделать невыгодным прерывание транзакций. На самом деле, вот буквально 16 октября произошел hard fork последнего эфириума, и они там разделили, сделали два типа прерывания. То есть теперь ребенок, это рекомендуемый способ делать прерывания, он, насколько я понимаю, он частично газ возвращает. То есть там теперь не весь газ потребляется на прерывание. Но, по крайней мере, тот газ, который был израсходован до прерывания, он точно будет потрачен, и стейк будет откатан назад. Еще вопрос. Почему это все само дело не откатилось, при условии, что газ потратился, и почему состояние не вернулось? В каком случае? Во время атаки. Это во время атаки атакующий просто дал круга газа, и стал вызывать вот так по кругу. Газ пока не кончается, функция вызывает друг друга, и все нормально. Ну, он же не бесконечное количество? Нет, он не бесконечное. Сделал какое-то количество, не знаю, вызвал там 30 раз или 100 раз, я не знаю, на сколько у него газ хватило, столько он вызвал, и все. То есть если бы он действительно написал бесконечный цикл, то рано или поздно он бы упал из-за отсутствия газа, и все бы оказалось действительно. Но высокий атакер был умный, и он сделал там столько, столько шагов рефрустивных, насколько у него хватило газа. Возможно, он сделает несколько транзакций. Вот. Ну, давайте посмотрим, что это. Да. Еще такое вот добавление. Это тоже может быть несколько интуитивно. Есть несколько способов пересылать эфиры между контрактами. То есть вот, если вы хотите на какой-то адрес отправить один эфир, вы это можете сделать разными путями. Значит, первый путь – это самый небезопасный, скажем так. Его отличие от остальных в том, что он весь газ передает дальше контракту, который вызывается. Вообще, первый способ придуман не для того, чтобы, собственно, переслать эфиры, а для того, чтобы в другом контакте вызывать какую-то функцию, попутно ей передавая эфиры. Вот. Это может быть полезно, если вы хотите какую-то сложную функцию запустить в другом контракте, но это открывает возможность для рентранси, потому что у злоумышленника будет достаточно газа, чтобы сделать callback обратного в контракт. Второй способ предпочтительней, если вам нужно просто передать эфир. Для функции send предусмотрен так называемая стипендия в размере 2300 единиц газа. Это придумано с той идеей, что если я принимаю эфиры, у меня не должно быть много газа для этого, то есть мне не нужно какие-то сложные делать операции, я только могу этот газ потратить, например, на то, чтобы влог записать, мне пришел один эфир, а больше до что у меня газа не останется. То есть callback я уже сделать не смогу и запустить газ. Но здесь тоже есть одна загустка, send возвращает булевское значение true или false в зависимости от того, успешно ли произведена передача эфиров. И хорошей практикой считается проверять булевское значение. Потому что логично, потому что если у вас там возвращается что-то, надо проверять. Чтобы каждый раз не думать о том, что нам нужно это проверять, придуман трансфер. Трансфер – это не что иное, как if not send forward. То есть он 300 делает send, если send не получился, он делает откат. То есть по семантике то же самое, что send, но вам не нужно думать о том, чтобы проверить возвращаемое значение. Мораль все такова, что если нужно просто послать эфир, то трансфер – это ваш способ. Вторая глава – это майнеры. Майнеры могут влиять на исполнение вашего контракта. Во-первых, они могут осуществлять цензуру. Конечно, для того, чтобы ваша транзакция вообще не прошла никуда, должны сговориться более-менее все майнеры, что довольно нереористично. Но смежный с этим вопрос есть… Скажем так, то есть частный точник цензуры можно также считать и неруполнение вашей транзакции из-за недостаточного количества газа. То есть, например, мы видели случай, когда во время больших ICO все перегружено, люди платят сумасшедшие комиссии, чтобы участвовать в каком-то ICO, а если вы просто хотите случайно в тот же момент послать другу один эфир, то вам придется в владеющую высокую комиссию или ваша транзакция не пройдет. Кроме того, майнеры могут переставлять транзакции на три блока. То есть, если… Ну, это вот схоже с примером провокальной должности бумаги, которую обсуждал предыдущий доплатчик. То есть, если я посылаю какую-то транзакцию, и кто-то еще посылает какую-то транзакцию, то майнер… Да, и эти транзакции одновременно находятся в пуле непопределенных транзакций, то майнер может по своему усмотрению их переставлять. В общем, ничто его не ограничивает, оба порядка будут корректными, скорее всего. И если нормальный контракт зависит от того, каком порядке выполняются транзакции, это может быть небезопасно и как-то нужно от этого защищаться. А также майнеры могут манипулировать переменными окружениями. То есть, есть некоторое количество ключевых слов, блок-хэш, тайм-стэмп, там еще что-то, которые, собственно, майнеры могут поставлять в ваш контракт. Но следует помнить о том, что тот же самый тайм-стэмп, это не прямо четкий тайм-стэмп, как сервер в точное время, а это тайм-стэмп, который майнер выбрал для себя при попытке создать блок. То есть, он лежит в некоторой допустимой погрешности по отношению к, скажем так, к среднему тайм-стэмпу во всей сети. Ну и, конечно, частный случай – это, что нету безопасного источника рандомных чисел. Но он тоже уже про это упоминали, есть рандомов, есть ворклы, но вирик согласен использовать хэш-блока в качестве случайного числа, но поскольку майнер этот блок генерирует, то есть хэш текущего блока, вначале майнер его видит, а потом все остальные его видят, то есть здесь тоже майнер может как-то манипулировать. Вот пример на несигурный рандом. Это такая очень глупая лотерея, где два игрока получают награду в зависимости от того, четный или нечетный тайм-стэмп. Но очевидно, что поскольку тайм-стэмпом можно манипулировать, то если майнер будет одним из этих игроков, просто выиграет тайм-стэмп такой, чтобы выиграть и выиграть. Вот и все. Собственно, как с этим бороться? По поводу секьюр-рандомности мы уже упоминали, что есть рандом, есть органы, еще есть неочевидный такой способ, как использовать BTC-relay. BTC-relay – это такой эфириум-контракт, который позволяет вам из своих эфириум-контрактов получать заголовки биткоин-блоков. И это несколько более надежный, то есть, скажем так, source of randomness, хотя, возможно, тоже не идеальный. В эфириуме использовать биткоин-хэшей как source of randomness. А если мы говорим про аукционы, про разные вещи, типа как множество бумаги, когда разглашение вашей транзакции перед ее подтверждением может повлиять на вывод контракта, тут можно использовать то, что в криптографе называется commit-review scheme, то есть вместо того, чтобы отправлять просто транзакцию, вы отправляете хэш от того значения, которое вы выбрали в первой фазе, то есть все отправляют хэши своих транзакций, потом фаза приема заявок заканчивается, начинается новая фаза, и любой человек может теперь уже послать открытым текстом то, что он хотел послать, и контракт сверяет, если совпадает хэш, то, что действительно человек сделал то, что называется commit-нет криптографически и раньше, и ему можно сделать то, что он хотел сделать. Такая съемка применяется, например, в аукционах, то есть неправильно свои ставки отправляют просто открытым текстом, потому что игроки могут свои стратегии менять в зависимости от того, что другие игроки делают. И чтобы все было честно, люди отправляют хэши своих битов, своих заявок, а потом они их раскрывают уже в следующей стадии, когда больше заявок не принимаются. Что, в принципе, отражает схемы, с помощью которых проводятся в реальной жизни опционы. Третий челлендж — это имитаррилит. Как опять-таки упоминалось уже ранее, нельзя патчить контракты. Если вы задеплорили контракт, он по какому-то адресу вводится, вы уже не можете сгнить его код. Конечно, есть вопрос, что это, конечно, хорошо, но это не очень хорошо упреждение разработчика. Конечно, это, собственно, главный грейм про позицию эфириума, что вы можете писать контракты, и любой участник может просмотреть код, и он будет уверен, что никто не изменит правила игры в процессе игры. Правила зафиксированы, и все уверены в том, что это будет ровно так, как описано. И это, конечно, большой плюс. Но если у вас обновился бак в контракте, то, к сожалению, ничего сделать нельзя. Вот. Пример... Да, пример такой. Это не совсем бак, но это пример желательного состояния контракта, который вы можете, значит, случайно написать. Если, просто, на шаг назад, если мы рассмотрим контракты по типу аукционов, по типу, ну, того же ICO, то, по сути, это, то, что называется, стейк-машина, машинное состояние. Есть какое-то конечное количество состояний, и дальше транзакции переводят контракт с одного состояния в другое. Например, в аукционе может быть состояние открытых прием заявок, все посылают свои заявки. Потом прием заявок скрывается, и аукцион переходит в стадию, а теперь люди раскрывают свои заявки, и все раскрывают свои заявки. И так далее. Понятно, что функциональность разная, может быть в разных состояниях, либо доступна, либо недоступна. Вот этот простой пример контракта, который пожирает наши деньги. Вы можете сюда отправить эфиры, поскольку у него дефолтная функция, как видите Payable, то есть она может принимать деньги, она ничего не делает, то есть просто деньги складываются на баланс контракта, и все. Вы даже можете посмотреть баланс, собственно, возвращается баланс этого контракта, и все. Но поскольку в этом контракте больше ничего нету, нет никакой функции, чтобы достать эту деньги. Это пример того, как можно выстрелить себе вновь. Вы пишете себе такой контракт, туда отправляют деньги, или вы туда отправляете деньги, и все, они там лежат. То есть понятно, что этот случай очень примитивный, и вы сразу видите, в чем проблема. Но если у вас огромная лук, если у вас тут нет против кода, вы вполне можете посмотреть, что если в каком-то в этом состоянии контракт находится, а потом там что-то еще происходит, он может зайти в тупик, и зайти в такое состояние, с которого нет выхода. Нужно это моделировать, чертить на доске схемы со стрелочками, и убедиться в том, что нет таких состояний, из которых невозможно восстановиться. и вы четко понимаете, зачем вам такие состояния нужны. Конечно, нужно тестировать. Тестировать очень много. Нужно... Есть такой модификатор, в связи с как Payable. Модификатор Payable означает, что функция может принимать эфиры. Если модификатора нет, то функция не может принимать эфиры. Не нужно принимать эфиры, если вам это не нужно. Если у вас есть аукцион, то сделайте Payable только эту функцию, которая реально принимает платежи. А все остальные должны быть не Payable. Ну и самое главное, избегайте состояния, из которого невозможно восстановиться. Праймеси? Праймеси нету. Все открыто. Все транзакции передаются в Plain-тексте. Более того, каждый может скачать блокчейн, синхронизировавшись с ним, и производить какие угодно анализы. Есть уже инструменты, есть компании, которые на этом специализируются. Они в основном специализируются на Bitcoin-блокчейн, но я более чем уверен, что если появится соответствующий спрос, то они свои тяги могут адаптировать не под эфириум блокчейн. Что они делают? Они делают пластиннику адресов, например. Они сопоставляют адреса с публично известными адресами каких-то организаций. Они... Общая задача этих компаний, этих инструментов, это где анонимизировать пользователей. То есть, привести какой-то анализ с целью установить, кто реально стоит за адресами. И, конечно, если вы пишете модификатор правил среди этих кодов, это совершенно не означает, что соответствующая переменная будет недоступна или как-то скрыта, или зашифрована, или whatever. Это просто означает, что она может быть изменена только изнутри вашего контракта. А внешний контракт не смог ее поменять. То есть, это полезно для программирования какой-то вашей внутренней логики, но все равно вся эта логика абсолютно видна всем, любой ее может изучить. Пятый чейндж – это газ. Нужно платить газ. И не просто нужно платить за газ, а если сравнить стоимость вычислительного шага на эфириуме, он получится на много-много порядков дороже, чем централизованные удачные провайдеры, как Amazon, как Microsoft Azure, или что угодно еще. Да, есть такое выражение, что эфириум – это World Computer, но на самом деле нисколько это не похоже на World Computer, потому что мощь совершенно не те, и цены астрономические. И, конечно, это не Cloud Storage. Есть блокпосты, где человек реально посчитал, сколько стоит сложить, допустим, миллион чисел или умножить миллион чисел на эфириуме или на Амазоне. И пришел к другу, что на эфириуме это стоит что-то вроде в 100 миллионов раз дороже. Соответственно, тут берется газ. Это вот скриншот из Yellow Paper. Yellow Paper – это формальное описание эфириума за авторством Гелина Будда, создаватель эфириума. И здесь вот написано буквально, сколько что стоит. То есть вот есть операции, которые не стоят ничего. Но, насколько я понимаю, это такие операции, которые чистят блокчейн. То есть если вы сами за собой убираете, свой контракт удаляете, то с вас за это уберут деньги, что логично. Ну, я могу не ошибаться. Есть операции, которые стоят два газа, три газа, пять газов. А есть операции, например, SS-100, то есть сохранение данных в блокчейн, стоят двадцать тысяч газа. Или вот тридцать две тысячи газа стоят создание нового контракта. То есть эти вот все числа, они захорхожены в спецификации, и относительная стоимость инструкции она постоянна. Вот пример того, как еще раз выставить себе нового эфирика. Вот есть такой цикл, который выглядит вполне невинно, но мы складываем какие-то числа, что-то высчитаем, умножаем в цикле двести пятьдесят шесть шагов. Казалось бы, это не очень много, и подумаешь. И мы со стороны будет ставить какой-то массив. Так вот согласно правдованию Remix, исполнение этой функции стоит примерно шестьдесят долларов. Ну, сейчас может немножко дешевле, я этот метро в цене эфиром считал, но тем не менее. Такой простенький цикл, если бы вы это писали на жаре или на бетоне, на обычной лице, вы вообще даже внимание не обратили, исполняется за какие-то миллисекунду, а здесь это стоит шестьдесят долларов. И что даже более важно, даже если вы готовы заплатить шестьдесят долларов, если общая стоимость газа, которая нужна для исполнения этой функции, превышает лимит газа на блок, то, что называется блок-газ-лимит, то эта транзакция в принципе никогда не будет подтверждена. То есть по аналогии с ограничением на размер блоков биткоина, в эфириуме есть ограничение на общее количество газа, которые употребляют все транзакции в данном блоке. И это было на момент исполнения этой презентации примерно шесть-семь миллионов газа. Это число может меняться, майнеры могут голосовать за его постепенное уменьшение и уменьшение, но мораль в том, что даже шесть миллионов газа в принципе не так уж много. То есть я писал контракты, где никакой особо хитрой логики не было, и там вызовы функций, которые работают со сторожем, которые там что-то сохраняют куда-то, могут достигать порядка сотен тысяч газа. То есть мы совершенно не фокус написать функции, которые употребляют миллион газа. И вот вы уже одну шестую блок газ лимита употребили, а вместе с вами за этот блок борются еще десятки транзакций. Так что про это надо помнить обязательно. Как можно оптимизировать контракты, чтобы не выходить за лимит газа? Избегайте массивов. Особенно избегайте массивов, размер которых вы не знаете. То есть легко представить себе такой контракт, где есть, например, массив users. Есть функция register new user, users плюс равно message center. То есть, переводя на русский язык, каждый человек может поставить транзакцию, изрегистрироваться, добавить свой адрес в массив адресов в этом контракте. Звумышник может зарегистрировать миллион адресов и раздуть размеры вашего массива до миллиона элементов. Дальше, если у вас какая-то логика внутри контракта должна пробегать по всему этому массиву, например, чтобы всем выпустить деньги, или чтобы посчитать сумму балансов, ну, что угодно, то у вас просто не хватит газа, чтобы пробежаться по всему этому массиву. То есть контракт просто перестает работать. Особенно, если там нет функций, которые позволят удалить пользователей из этого массива. Вообще, избегайте сохранения данных storage. Если вам действительно не нужно ничего хранить постоянно, то лучше это не хранить. Нужно также мерить gas consumption. Вот, ремикс, который тоже упоминали, онлайн компилятор, или онлайн ИДЕ, можно сказать, там есть функция оценки потребления газа на каждую функцию, и это очень полезно, надо этим пользоваться. И самое главное, не пытайтесь все спикнуть в blockchain. Собственно, эфиры не назначены для того, чтобы всю бизнес-логику реализовывать на sorality. На sorality и внутри смарт-контракта реализовывают только то, что security-critical, то есть то, для чего действительно нужна эта trustless сеть, а какие-то побочные впечатления, которые можно off-chain произвести и нужно производить off-chain. Ну, еще надо иметь в виду, что с Amity и EVM, у них есть большое количество каких-то тонкостей, каких-то неочевидных моментов, нужно читать внимательную документацию, чтобы избегать проблем. Вот, например, есть такой цикл. Допустим, что входит какая-то простая функция, здесь нет превышения газа, с газом все в порядке. Кто-нибудь может определить, в чем проблема здесь? Скажем так, будет ли успешным выполнение этого цикла, при условии, что газа хватает? Не возвращает. Нет, но это не целиком функция, это просто кусочек из функции, функция что-то возвращает. Ну, если она будет и менять. И хорошим способом. Да, кстати, хороший вариант я про него не подумал, действительно. Возможно, это должно, но я ни этого не уведу. На самом деле, что я не уведу, это следующее, что мы отмечали, что статический типизированный язык, то есть у каждой переменной есть… Да, такое существует в рамках этого блока. Минимальное значение для нуля будет… 8. 8. 8. И оно меньше, чем 300. Да, да, это правильный ответ. И здесь следующее, что солить театический статический типизированный язык значит, что у каждой переменной в момент компиляции определяется YouTube. Вместе с тем, как в языках типа C-Sharp, или NJ тоже, есть такое ключевое слово, как var, то есть, которое называется type inference, то есть в моей компиляции компилятор определяет тип этой переменной, исходя из ее значения. И компилятор вот здесь сделает следующее, он посмотрит в позиции. Значение 0, интовое значение. Какой у нас минимальный тип интовый, так чтобы 0 туда поместился? Это будет на самом деле тип uint8, то есть безнаковое целое число, 80-гитовое, и максимальное значение, которое там может вместиться, 255. Потом, когда мы пойдем по этому циклу, мы превысим 255, и у нас все упадет, потому что он будет overflow. Так что это нежелательный вариант. Нужно прописывать для интеджеров явно их width width. То есть, если вам нужен uint8, пишите uint8. Если вам нужен большой инт, то можно взять просто uint, и это aliasc uint8.6. Вот что здесь написано. Еще такой интересный пример. Допустим, у нас есть опять какие-то балансы, более-менее стандартная функциональность. А дальше у нас есть что-то, которое сверяет баланс нашего контракта с некоторым значением ожидаемого баланса и производит какое-то действие. Скажем так, мы планировали набрать 1000 эфиров на нашем ICO, и дальше мы говорим, если баланс нашего контракта равно 1000 эфиров, то закрой ICO, например. Каким могут быть проблемы с этим? Точное равенство. Ну, точное равенство, да. А почему, собственно, точное равенство? Ну, скажем так, ICO, наверное, подобное, потому что ICO это каждый и слайд того, что выраст. Допустим, посылать транзакции в наш контракт может только администратор, и мы верим этому администратору, что он пошлет ровно 1000 эфиров действительно, и никто больше не имеет возможности слать эфиры. И все равно здесь могут быть проблемы. по мнению, что это стоит. Ну, если он пришлет тысячу один. Это вот, допустим, что там в контракте прописано вот там где-нибудь сверху, что используют функции может только администратор, администратор – это я, и вот мне можно доверять, что мне вот пошли ровно 1000, как я и обещал. Вот. Допустим, так. Выполнение газа отправится соответственно аспект, да? Или неправильно? Ну, да. И получается, что непредсказуемо может быть. Он направит тысячу, но более зачислено не тысячу. Точнее, не зачислена предыдущая строка, там вот такая, которая ее выполнена. Да, да. Нет, но это тоже можно предварительно рассчитать, посмотреть сколько газа нам потребуется. Ну, да, да. Но на самом деле, что я здесь имел в виду, это что есть такая тоже нетривиальная вещь. Контракту можно насильно послать эфир. То есть вы не можете запретить кому-то посылать вам эфир. Точнее так, вы можете, конечно, если у вас все функции без модификатора Payable, то вам эфир нельзя послать через вызов функций вашего контракта. Но, во-первых, на адрес контракта можно просто майнить, не надо об этом забывать. Если злоумышленник решил, если ваша логика контракта завязана на равенство балансов, если злоумышленник решил вас таким образом взломать, он может, в принципе, помайнить на ваш адрес, и вы никак не можете этому противостоять. А во-вторых, в эфире у них есть такая опция, как self-destruct, саморазрушение контракта. Контракт может саморазрушиться, и в качестве параметра этого self-destructа передается адрес, на который будет зачислен весь баланс этого контракта. То есть у злоумышленника может быть какой-то контракт, и он ему вызывает self-destruct с вашим адресом качества параметра. И баланс этого разрушаемого контракта перечислиться вам, и вы, опять-таки, никак не можете это повлиять. То есть вот, сюрпризная вина, можно вам насильно прислать деньги, и это не всегда хорошо. Как-то странно. Вот. Мораль в том, что не нужно балансы сравнивать на строгое равенство, а нужно их сравнивать на больше-меньшее. большее равенство. Вот. Это тейк-ауэй. Это тот, кто нужно сфотографировать, наверное. Во-первых, внешние вызовы опасны. Нужно думать приятельности, думать про то, что внешний контракт может сделать неправильно. Во-вторых, майнеры могут влиять на исполнение вашего контракта. Могут вам подсовывать неправильные таймстемпы в каких-то пределах. Могут вам подсовывать рандомные числа, которые, на самом деле, не рандомные. Контракты нельзя патчить, поэтому нужно писать с первого раза все правильно. Приватных данных на блокчейн не бывает. По крайней мере, найти блокчейн в его текущем состоянии. Возможно, там какую-то хитрую гриппографию, тут где-то ряд, которая сделает более правильный трейзер контракта. Но это еще только планы. Выполнение очень дорогое. Нужно платить за газ. И даже если вы готовы платить много денег за газ, есть блок «Газлимит», который вы не можете превышать. И плюс надо изучать документацию, например, каких-то тонкостей и неожиданных вещей, которые неочевидны для программистов на других языках. Завершая вкратце, практика «двайс» – как организовать процесс разработки так, чтобы избежать проблем, которые я писал выше, и других проблем. Во-первых, спецификация. Когда в 2016 году был скандал по поводу DAO, мне очень понравился тот point, который возникал, что на самом деле то, что произошло с DAO, нельзя назвать багом, потому что для того, чтобы что-то называть багом, должна быть спецификация. И баг – это то, что отличается от спецификации. Но если у DAO не было спецификации, то мы, строго говоря, не можем даже говорить, баг это или нет. Это wanted behavior или unwanted behavior. То есть, если вы хотите строго анализировать свой контракт, вы должны вначале описать, что вы хотите. Вначале вы можете написать просто по-английски, по-русски, по-украински. Потом это как-то должны, и, по крайней мере, очень желательно, чтобы вы это формализировали, нарисовали какие-то диаграммы, каким-то более-менее строгим языком описали, собственно, какая функциональность, которую вы хотите. И дальше вы должны задать вопрос, действительно ли паблик блокчейн – это тот инструмент, который вам подходит для решения ваших задач. Возможно, вам хватит обычной централизованной базы данных. Возможно, вам нужен, не знаю, биткоин, или, возможно, вам нужен Hyperledger, или какие-то другие блокчейны, которые можно разворачивать в своей приватной сети. То есть, нужно взвесить все за и против, и понять, что вам действительно нужно. Если вы решили, что вам действительно нужен эфириум, в смысле, открытый его в ряд. Да, это прекрасная картина, которую я стащил из одного контуального твитера. Ну, значит, простоя теограммы, кто-то поможет вам решить, нужный вам блокчейн. Нет, не нужен. Проверяйте свой соусход. Во-первых, есть замечательный документ на гитхабе компании Consensus, который называется Smart Contacts Best Practices, и его очень легко найти по этим причинным словам. Прочитайте его внимательно, пусть там все разработчики его прочитают, и нужно, действительно, этого придерживаться. И эти слайды во многом советуют, соответственно, именно оттуда. Используйте последние версии софта. Обновляйте компиляторы, обновляйте конкборки. Вот Traffle недавно вышел, по-моему, четвертая версия. Сорвите регулярно обновляют компиляторы. Сейчас, по-моему, текущая версия 0.4.18. Они правят баги, они правят какие-то уязвимости. Следите за этим. Используйте инструменты для анализа. Есть несколько инструментов, которые доступны публично. Есть инструменты, которые доступны не публично. Wing Wing. Нужно ими пользоваться. Нужно следить за этим. И, конечно, нужны внешние аудиты. То есть, недостаточно просто, чтобы один человек вашей компании написал код, второй человек посмотрел, сказал «Окей, их продакшн». Нужен внешний человек, который ничего не знает про вашу логику, который свежим ударом посмотрит. И, скорее всего, особенно если у него глаз наберут, если у него есть этот мобот, он найдет что-то, о чем вы должны подозревать. Также вам рекомендуется проверять байт-код. Значит, это, возможно, чуть менее важно, чем проверять свой сход, но, тем не менее. Во-первых, компиляторы могут быть баги. А байт-код – это то, что действительно выполняется на блокчейне. Блокчейн ничего не знает про ваш сориети. Блокчейн знает только про байт-код. Есть, по крайней мере, один анализатор, который называется Dr. Weiss & Leather, за авторством исследователя из Ethereum Foundation Юичи Хирайи, который там занимается промоидификацией. У него есть увеличен доступный tool, который делает выполнение то, что 27 борт экзекьюшн вашего контракта и проверяет, например, не превышает леонный вид газа уже на первых каких-то шагах. Конечно, это не дает абсолютной гарантии, но это все равно лучше, чем ничего. А также очень активная область исследований, я это говорю уже с точки зрения такой эпидемической перспективы. Люди пытаются делать формальную квалификацию, они пытаются разрабатывать туды, которые бы могли математически доказать, что контракт точно что-то делает или точно чего-то не делает. Есть богатая школа формальной верификации для разных других платформ и языков. Solidity не очень пока приспособлены для этого, но люди над этим работают и делают, например, формализацию семантики Ethereum Workshop Machine, так что можно было запекнуть в анализатор. Пытаются придумывать языки, которые более подходят для формальной верификации. Но это Work in Progress. Мне неизвестны туды, которые реально доступны сейчас. Но я думаю, что в течение года наверняка они появятся. И также нужно писать тесты, конечно. И в упоминаемом уже фреймворке Truffle, который фактически, де-факто, стандарт для разработки действительных компликейшенов, есть команда TruffleTest, которая отлично погоняет все ваши тесты. Нужно тесты писать, нужно все тестами покрывать и проверять, что все покрыто. Ну, собственно, и conclusion, что смарт-контракты – это очень круто. Я думаю, всем в этом согласимся. И, конечно, потенциал у них огромный, но такое грудное развитие не может происходить без проблем с безопасностью. И поэтому нужно нам поступать осторожно, нужно проверять каждый свой шаг и не класть много денег в дырявые контракты. Ну, собственно, на этом я хотел бы завершить вот эту ссылку на мой сайт, где можно найти в видео от разных местах. Спасибо. Объявляется у Анкорсу на лучший вопрос. Запишите вопрос. Да. Поскажите, пожалуйста, какая область видимости переменных и в каком контексте выполняется функция? Т.е. вар определяется функция, если внутри функции вар определяется переменной, то вы смеете, что имена эта функция? Окей, в циклах, допустим, в том же цикле for, переменная var, внутри их выполняется функция foo. Мы в этой функции foo можем изменить var? В каком контексте выполняется и где... Хороший вопрос. Я сходу сегодня не могу ответить. Я думаю, что... Я не знаю, лучше проверить. Я сходу не отвечу. Я думаю, что все-таки можем изменять, хотя... Надо проверить, не буду говорить. Вопрос был про тут сайт, который показывает сфу, да? В смысле, вот сейчас вопрос? Нет, вот этот... Казательно область видимости, то да. Ну, скорее всего, да. Область видимости заканчивается вот в блоке. Но поскольку мы фу не передаем это значение, то есть это называется просто отдельный метод, то мы и методы фу не сможем изменять. Нет, то есть если фу зависла от и... Могли бы написать фу, зависящее от и? Ну да, оно должно быть объявлено на три цикла. Ну, как бы лямбда в любом-то, меморского языка. Ну, это хорошее, правда. Передачи по ссылке или по значению? Какой стрёмный язык, да? Да, что-то... Есть ли? Можно, конечно, гадать, но уже можно верить, да? То есть точно тот момент. Думаю, что по значению, но опять-таки я буду сказать, что по значению. У меня парочку вопросов, наверное. Первое, вот про privacy говорили, что ее нету. Но с новым хартфорком там, по-моему, уже СК смарт протокол, если не ошибаюсь, ввели. Это от Zero Proof Knowledge. Это как-то же влияет на правильность, верно? Да, очень-очень хороший вопрос. Я тоже слежу внимательно за эти технологии. Я объясню просто более широкий контекст для тех, кто не все. Zero Proof Knowledge — это такая критическая магия, которая предоставляет доказательства каких-то утверждений без разглашения сути этого утверждения. Например, я буду сказать, что я знаю какое-то число, которое будет требовать каким-то свойствам, без разглашения этого числа. И такая технология используется, например, CryptoUtisiCash, которая основана на кодовых базе биткоина, но которая прячет ото всех собственного правителя, получателя и сумму транзакции. Но, тем не менее, майнер мог все равно проверить валидность блокчейна, используя разъемную фрукс. И новость заключается в том, что 16 октября с последним хартфортом эфирума были внедрены в язык биткоины новые биткоины, с помощью которых можно реализовать проверку Zero Knowledge Proof, точнее, то, что называется Ziggy Snacks, конкретного типа Zero Knowledge Proof, на эфируме. Но поскольку это произошло буквально две недели назад, я не слышал, чтобы в каком-то реальном проекте это использовалось бы, но, в принципе, основа для этого есть, вероятно, уже сейчас можно что-то такое правильный секвизорный написать. И вот тогда вопрос, это возможно будет писать, ну, теоретически, я не знаю, может, есть информация комплектно на Solidity, или вот есть еще Viper, который пишется для цели того, чтобы писать более секьюрные контракты. Это как-то тоже способствует... Нет, ну... Зиний может круг — это вот Ziggy Snack — это апдейт на уровне байткода и на уровне EVM. Дальше мы можем придумать очень много разных языков, которые компилируются в байткод, и он уже выполняется на EVM, как у нас есть там Java, Scala, Kotlin, который компилируется в JVM байткод и выполняется на одной и той же машине Java. А поинт Viper в том, что он, скажем так, более строгий, насколько я понимаю, и больше отвечает, скажем так, на чтительной модели блокчейна. Но, в принципе, да, если в Viper придумают примитив, который будет компилироваться в байткод, который будет делать такие знаки, то это будет Viper. Но если сорейте, то будет сорейте. Спасибо. Я правильно понимаю, что пока не будет формальной верификации самой виртуальной машины, то нельзя сказать с автоматической точки зрения, что можно написать абсолютно безопасный смарт-контракт? То есть это необхидимые условия для кода, который... Да... Если это дюйминг полный язык, то мы можем написать, в принципе, любую инженерную функцию. Да, но, скажем так, когда мы говорим о безопасности контрактов, тут, опять-таки, нужно уточнять, что безопасность бывает в соответствии со спецификацией. То есть мы пишем какую-то функциональность, и дальше проверяем, контракт есть соответствует или нет. Сейчас люди работают, и буквально месяца-два назад была опубликована статья, которую я не читал, но, по крайней мере, видел, под ключевым названием Key-Ivian, где люди формализуют семантику Ivian. То есть, в принципе, эта работа сделана. Сколько я не читал статьи, я не могу оценить ее полотон, но вроде как они, по крайней мере, заявляют, что они официали полностью семантику Ivian, и уже на базе этого можно строить тулы для рефликации, которые смогли отвечать на вопрос в следующем. Вот у нас есть Ivian с такой-то строгой семантикой, мы не применяем какую-то последовательность инструкции. Правильно ли, что эффект этого применения будет обладать такими-то свойствами? В смысле, основа для этого есть, но готового отбыва еще нет. То есть, это work in progress. Окей, второй вопрос. Исходя из всего этого, достаточно загладить майнера, чтобы взломать не один смарт-контракт, а иметь возможность управлять или подменять что-то для всех смарт-контрактов, которые выполняются во всей сети. А что значит загладить майнера? Ну, то есть, вот сейчас в сети я проверил 24 тысячи майнеров. Нет, это вы путаете. То, что статистика 24 тысячи – это в полных условиях. Да. То есть, полный усил – это усил, который хранит всю историю блокчейна, и который релей передает транзакции. Но нельзя при этом майнер. Ну, с тем, что смарт-контракт полностью выполняется, ну, грубо говоря, на майнере, то правильнее взламывать или искать уязвимости. Например, как соязвимостью в пайте, это же был не… Нет, уязвимость в пайте, как раз там был баг в блоке, смарт-контракт. То есть, опять-таки, как и в случае с DAO, смарт-контракт. Точнее так, там авторы партии сделали наследование из той библиотеки и забыли какую-то функцию. Где-то забыли объявить internal, и там получилось так, что какая-то функция очень внутренняя могла быть вызвана извне, и чего там такое происходило. Но, возвращаясь к вопросу про… Про майнер. Про майнер. Сейчас я проясню. Есть три разные сущности. Есть полные узлы. Полные узлы – это те, кто хранит всю историю, которые релее транзакции. Они при этом могут быть майнерами, могут не быть майнерами. Вторая сущность – это майнеры. Собственно, майнеры могут быть полными узлами Майнер – это человек, который сюда ставит 6 видеокарт, их запускает, и они перебирают хэши. При этом он может это делать как в СОГ режиме с собственным полным узлом, одновременно полный узл и майнер. Или он может подключиться к пулу, тогда на пуле будет полный узел, а майнер будет только поставить хэши пулу и получать полу награду. И есть, собственно, пулы. Пулы – это полные узлы, которые контролируют многих майнеров и собирают от них хэши, чтобы майнерить. Вопрос был в том, что там у вас была иерархия и сверху смарт-контракты, дальше – это виртуальная машина, дальше – сеть. Можно просто опускаться вниз и не пытаться взламывать конкретный смарт-контракт, а работать над безопасностью нижних узлов. Это было это вначале? Где-то вначале было. Вот здесь? Да, да, да. Нет, здесь секьюризм должна быть на всех уровне. Но это как говорится, что если у вас есть обычное приложение на компьютере, у вас должен быть и секьюрный, там, Java стриптового фронт-энди, и бэк-энди, и компилятор, и ассемблерный код, и там, язык инструкций процессора, все должно быть секьюрным, и узел сморки в любом уровне. Так что, ну, только здесь. А сколько? Какое количество памяти выделяется на контракт, и что будет, если она заполняется? Память или оперативная, или сториджа? Ну, сториджа. Ну, сториджа. Ну, сториджа – тут такая ситуация. У нас, как видно из слайда про, в общем, не спиншот, не лобейтер, у нас сторидж – одна из самых новых операций. То есть, сейчас, вот, я не совсем понимаю, за сколько, собственно, байт нужно платить такое число, но мораль заключается в том, что вы больше, там, не знаю, даже мегабайт сохранить блокчейн в permanent storage – это уже запредельный какой-то, запредельный какой-то объем данных. То есть, это, там, вы рекруете каким-то байтами, или максимум килобайтами. А что касается оперативной памяти, ну, как бы, сколько у майнера есть оперативной памяти на его, там, видеокарте, да, сроку мы не только вам предоставить. Ну, с другой стороны, сложно представить смарт-контракт, которому нужно было бы уж очень много оперативной памяти, потому что он настолько ограничен по всем другим измерениям, что сложно это развернуться особо. Ну, причем, просто много балансов кто-нибудь. Ну, не, можно бомбу сделать? Да, в смысле? А что можно? Вопрос с поводу азартных игр и, в частности, сравнивать, например, таймстенд, да, четный или нечетный. Вы говорите, что майнер может подставить, ну, таймстенд и как-то хитрить. Ну, где вероятность того, что именно он смайнит следующий борт? Ну, вероятности нет, но вероятности такой нет. Вот, если, например, если этот майнер, ну, скажем так, если это майнер-пул, который, там, крупный, контролирует, не знаю, 50% сети, то реальность довольно большая. Ну, и в космосе, даже если он не крупный, все равно у вас нарушается, вот, изначальные идеи, чтобы у тебя честно. То есть вы думали, что таймстенд рандомный, а на самом деле таймстенд не совсем рандомный. Может сильно отличаться, а может и не очень сильно. Ну, в любом случае, это нарушение ваших изначальных предпосылок. Ну, получается, даже если майнер у себя изменит таймстенд, сделает ставку, он отправит транзакцию в сеть, и вся сеть, ну, кто первый из сети ее смайнит, то его таймстенд будет. Правильно? Не-не-не. То есть, майнер может поступать одновременно в роли игрока и в роли майнера. Да. То есть, вот, если я майнер, я слушал, какие транзакции приходят из сети, и я их пытаюсь собрать в блок и сделать блок. В принципе, я могу произвести свою собственную транзакцию. А это руками делается? А? Даже если руками. Нет, я как майнер могу руками собрать свою транзакцию и включить его в свой блок. Никому не рассылают вообще. Точнее так, я, допустим, я участвую в этой игре. Я генерирую, я генерирую, я генерирую, есть такой вот контракт на получение, и какой-то первый, первый игрок отправил туда деньги и ставит на то, что таймстайм будет, не знаю, четным. Я говорю, окей, я майнер, и я, значит, первое, что я делаю, и я генерирую свою собственную транзакцию и говорю, окей, я ставлю на то, что он будет нечетный. Дальше, я фиксирую некий нечетный таймстайм и начинаю собрать транзакции в блок. И в этот блок я включаю мою собственную транзакция, которую я пока никому не разосылал и транзакцию Если у меня получится собрать блок раньше, чем остальные, я рассылаю этот блок и свою транзакцию тоже рассылаю. То есть, с точки зрения другого майнера, будет следующее, что какой-то майнер собрал блок, теперь я хочу проверить, что все транзакции действительно валюты, так вот пришла эта транзакция, эта транзакция, я их выполняю в смарт-контракт, все правильно, блок принимается. Майнер может даже не отправлять транзакции в сеть, а просто собирать транзакции, делать блок и отправлять уже блок. Ну, если какой-то приятный, его блок будет принят в сеть, ну, что я говорю, 100 тысяч с таким блоком, хотя в один из них может приоритет попасть. Я даже больше скажу, в биткоине есть такое, ну, в лоткейшке биткоине майнер пустых блоков. То есть, майнеры для того, чтобы экономить время, вместо того, чтобы ждать, пока блок придет полностью, они брали просто его заголовок и начинали майнер просто заголовки, непроверяемые транзакции, там ничего. То есть блок мог быть невалидом, блок мог быть там еще что-то. Как говорят, это первое. А второе, что они майнеры пустые блоки для того, чтобы сэкономить время на амблидацию транзакции в блоке. Они говорили, окей, у нас будет просто блок из заголовка и одной из транзакций, которая платит награду за блок. То есть в эфирме тоже такое возможно. Это для того, что с высушением майнера не обязательно транслировать транзакции в сеть. Можно их подписывать на себя и прям сразу включать в блок. А вы не знаете, есть ли с точки зрения самого эфира решение проблемы для случайных чисел под включением в самую базовую код платформы по ингенератору случайных чисел, который будет бесплатно доступен или в самую распространенную машину? Это очень хороший вопрос. На самом деле, опять-таки, чем отличается EVM от какой-нибудь другой EVM, как JVM или какую-то другую платформу. Что она должна быть абсолютно полностью террористично. То есть, поскольку все узлы выполняют все транзакции, мы должны гарантировать, что любой майнер, если он возьмет данное состояние блокчейна и применит к нему все транзакции, которые прошли в следующем блоке, он получит абсолютно такое же состояние блокчейн дальше. Если мы внедряем генератор случайных чисел или любую недетерминированную функцию внутрь эфирума, мы не можем гарантировать, что майнер дадет к одинаковому результату с одинаковыми репутами. То есть, это даже будет гарантирование так. Это вот по той же причине, например, смарт-контракт не может запрашивать какой-нибудь источник из интернета, какой-нибудь финансовой котировки акций, не может запрашивать текущую погоду в ГИА, потому что один майнер платит не одну погоду, а другой — кое-нибудь другую, и у нас войдет блокчейн. Но он в штатстве не разойдется. Он просто непредсказуем. Неизвестно, какая информация идет в блок первого или второго майнера. Мы просто берем блокчейн, то есть, включаем чисел, которые NASA публикует из себя, и включаем в каждый блок следующее исключение. Вот тогда мы должны видеть NASA. В принципе, это выход. То есть, если мы доверяем источник, включаем чисел, как RandomOrg и NASA, и все что угодно, мы можем реализовать Oracle, который будет поставлять это рандомное число в наш контракт, при этом с корректическим доказательством, такого рода, что я о HTTPS запросил с такого-то сайта, и получил вот такое число, я его анкредерирую, я не мог его подменить в середине. Это вот то, что имеет Oracle делать. Но вместе с тем, мы должны верить изначальному источник информации. Ну вот, поэтому в этой Oracle будет встроена самая платформа, тогда не надо будет верить в сторонний систем? Нет, но все равно, все равно, кто... Ну, что здесь встроен саму платформу? То есть, генератор, который строил, там, не знаю, Java-машину, или куда угодно, он же, что делает? Он слушает какие-то там шумы в процессоре, какие-то фруктуации токов там, или болей, или чего-то, и делает с этого рандомность. Сколько у каждого фруктуация разная, у нас гарантированно будут разные рандомные числа, и это как бы хорошо, но у нас это разойдется в случае, не обязательно. Вот только что была идея про криптиографическое доказательство, от какого сайта пришло, ну и все такое. А это не может быть хорошим кейсом для того, чтобы избежать такой дырки, как сейчас, например, есть в ICO, во всяких, когда подмена домена, и вот это вот происходит, инвестит, контрибуция с какого-то скам сайта. Ой, ну это да. Ну, как бы, люди, если они писали в эфир, они должны смотреть в офисную строку, они даже понимают, куда они пишут деньги. Ну, понятно, все равно пишут кейс. И это не может как-то быть кейсом, чтобы побороть. Ну, можно просто под ним оракул транслировать состояние. Складываешься или так. Не, но все равно, если у вас какой-то злоу-вышник, может подменить оракул. Злоу-вышник сказать, вот правильно оракул, мой оракул, вы все равно должны смотреть, куда вы хотите. Что-то похожее есть в NEM-проекте. У них есть привязка токенов к домену. То есть, они не могут что-то продумать. Ну, тут надо отметить, что домены тоже контролируют централизованной организацией, и домены можно сис, то, что по-моему называется, BTC-е оторвали домен. А где это? Есть реклайнс, их доменные системы. Кстати, в эфирме тоже что-то есть? В эфирме есть EMS, тоже какой-нибудь интересный проект, эфирменный эмсистем, который позволяет сделать домены для эфирма на адресов, то есть, в идеале, у меня есть какой-то личный адрес, и если вы хотите мне дать эфиров, чтобы я вам могу говорить, что вот давайте их на sthomerov.eth, а не на какой-то длинный адрес. И они реализовали такой смарт-контрак, который поддерживает этот баланс, этот маркет между адресами и человекочитайными именами. И у них была очень интересная система аукциона, чтобы заставить какое-то имя, нужно было подать вначале заявку, то, что я описывал, то есть, вначале я подаю хэша свои заявки, потом набирается какое-то количество заявок, потом прием заканчивается, потом все участники открывают свои заявки, и кто там. Ну, понятно, в общем, обычная опционная штука происходит. Я не уверен по второй цене, но не знаю, может быть. Вы говорили, что один из примеров вашего рынка, который вы разрабатывали, достиг очень быстрого количества лимитов на газ. Не то, что лимитов, я просто хотел дать порядок величин. То есть, если вы пишете какую-то, не слишком сложную, но средней сложности функцию, она в ее выступлоне может потреблять сотни тысяч дней с газом. Можете привести, во-первых, в пример, вот этот вот деталь, чтобы можно было понять, о чем речь идет в этом компакте конкретном, а второе, какие-то рекомендации привести, как можно уменьшить, например, при этом примере разработки? Я сейчас прямо пример не переведу. Может, как-то очень кратко. Нет, в принципе, контракт, который я имел введу, это был проект, по которому я написал статью, где я разрабатывал специализированный язык для финансовых контрактов по версии. То есть, идея была в том, чтобы описывать контракты в более декларативном стиле и писать такие выражения, где вы описывали взаимные обязательства двух участников, а потом самоконтрактный эфир, который наследится собственным горизонтом, он бы эти контракты обрабатывал и присчитал должных личных эфиров. И там были функции, соответственно, контракт типа такой, контракт типа такой, обработай его там. Ну, что-то такое. То есть, можно было создать контракт моего типа сохранить, исполнить, кому-то передать и так далее. То есть, там были операции стоража, тоже не слишком много, в каком количестве они были. Ну, и какая-то логика альфметическая. Ну, какое-то впечатление эфиров тоже было. Как уменьшить количество газовых вычислений, чтобы не достигать юмидов? Какие рекомендации вообще в основном? Ну, надо думать. Можно говорить общие слова, что там меньше сторэджа использовались, меньше, там, все уносить off-chain, что можно уносить off-chain, но конкретно вот в этом случае, я не затрудняюсь в кресле. Вот можно там было именно уменьшить. Ну, может, как-то можно было оптимизировать. Не знаю. То есть, я, более-менее, реализовывал эту идею таким, относительно, ну, способом в лоб, но, и она получилась достаточно производительной, чтобы, ну, уменьшаться в лимит, в лимит, и я не занимался лишней операцией. Скажите, как вы видите взаимодействие смарт-контрактов с юриспруденцией, и вообще баланс вот этот вот, где смарт-контракты, где классическое право? Очень-очень сложные взаимодействия. Ну, то есть, есть такая тоже поговорка, что смарт-контрактс, а нот смарт, а нот контрактс. То есть, этот термин, он довольно объяснительный, потому что, ну, то, что называется в среде эфирума, контракт, это, на самом деле, просто программа, высокопрограммного кода, который исполняется согласно тому, как он написан. Он, в принципе, ну, как бы, они с классическим правом и с обычными контрактами над магией существуют в несколько параллельных измерениях. И часто люди спрашивают, там, а могу ли я взять личный контракт и перевести его в Solidity, или, там, наоборот, ну, это как, не знаю, спрашивать, а могу ли я там интегральные исчисления перевести на арабский, или, там, на... ну, в принципе, ну, просто вещи-вечи из разных мерок. Ну, не знаю. Мое личное мнение, что, там, чем меньше регулирование, тем лучше, и, что пусть пусть высветают все цветов, пусть люди делают, там, Scam, Scam и ICO, все, что угодно. Я считаю, что это все равно, я не знаю, что, ну, я знаю, что, ну, это все равно, это не значит, я не знаю, которые организуют линии ICO сейчас, у них уже есть какой-то ICO, они уже выставляют личность там несколько последних ICO, с которыми есть эффективность, это будет проект Kyber Network, например у них нужно было подавать заявку, чтобы быть включенным в WattBist и нужно было предоставлять свои басконные данные, чтобы участвовать в ICO То есть blockchain и смарт-контракты — это такая фундаментальная основа, которая в принципе не требует никакой идентификации, не требует никакого зависимости с законом она существует в своей космосе, и мы на это можем какие-то юрические аспекты добавить Но важно мне представляется, чтобы этот слой фундамент не оставался в цифровой космосе такой твердый фундамент, на котором можно строить анонимное ICO, не анонимное ICO, с регулированием, без регулированием и как угодно Но в принципе вопрос очень сложный, и многие о том думают И важно еще, чтобы регуляторы понимали технологии То есть с точки зрения криптоанархистов и либертарианцев чтобы вообще регулиров не было, и чтобы они все с Генгрием ударились Но поскольку фактически они есть, и они не пропадут, и государства в ближайшее время не исчезнут Лучше бы, чтобы они понимали, о чем вообще идет речь, чем применять какие-то устоившие нормы, законы 1934 года применять современные технологии, но это просто абсурдно по-моему Нужно их посвящать и наставить на то, чтобы их, по крайней мере, консультировать те, кто понимает скорость Спасибо Спасибо